Доброе утро, дорогие друзья. Итак, недельная глава Ваэллах. Эта глава рассказывает о последних днях жизни Машара Бэйну. Она рассказывает о том, как он написал каждому колену свитки Торы. Много интересного. И, конечно же, она не зря всегда читается вот в этот кусочек прилегающий к Рушушану, что мы с вами нашли какие-то уроки в этой недельной главе. Мы с вами приближаемся, повторяю, к тому дню, когда будет суд. И поэтому нам надо понять, что это такое. Все время говорят, шу сделай, расскайся, о чем разговор идет. Каждые люди могут понимать по-разному. Для того, чтобы заняться исправлением, нужно понять, что и как можно исправить. Давайте подумаем, откуда в мире так много зла? За счет чего оно питается? За счет чего оно живет? Ведь в мире существует все в рамках чего? Воли Творца, а зло противоположность этой воли. Оказывается, все просто. Если мы выбираем грех, это означает, что мы постановили, что при определенных обстоятельствах, при давлении злого начала, при вожделении, желаниях, ну я знаю какие там, нам можно нарушить волю Творца. Это ужасно само по себе, но этим дело не кончается. Все то время, когда мы позволяем себе не делать шу, вот раскаивание вот этого, мы продолжаем подпитывать зло. Мы получается, что сами того не осознавая, мы продолжаем выбирать зло. А так как мы выбираем зло, оно все больше расцветает и крепнет. Давайте обратим внимание еще на несколько вещей. Сказано в книге Мишелей, в Мигелат Эстер, кто тот негодяй, который там и так далее, дает жизненность злу. И ответ был ужасен, это мы сами. Мы сами, другого источника жизненности зла не существует. Творец создал только механизмы, благодаря которым зло может существовать за счет наших грехов. А реализовано оно может быть только нашим непрекращающимся неправильным выбором. Выбрали неправильно. Если мы бы выбрали неправильно, покаяли, сделали шуву, все, мы прервали вот этот кусочек зла. А когда мы не делаем этого, почему все время говорит Саврос и Жена, шува, 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 шува. Мы не делаем этого, мы подпитываем зло. А оно в свою очередь начинает подпитываться внутри нас. Посмотрите, сколько горя, сколько несчастья, сколько всего вокруг в мире. И только из-за того, что все это зло реализовано нашим непрекращающимся, неправильным выбором. В этот день мы должны сделать выбор. И уже накончательно что-то сделать. Месяц этот Элу, он имеет и отношение к этому качеству как действия. Тут недостаточно плакать. Тут недостаточно просто там читать. В этот день надо принять решение, что-то сделать, перерушишь она, что-то поправить. Что-то, но какие-то дни отличить их от других дней. Есть такая короткая притча про шейха. Я ее сейчас расскажу. Она относится к словам из этой недельной главы и постигнут его многие беды и несчастья. Так написано. Был шейх такой, рабский шейх. Он сидит у себя там, у него там деревня небольшая. И вот он там. А есть царь. Царь прислал ему записку, что надо платить налоги. Шейх смеется, говорит, ерунда. Я в пустыне, это мое царство, никто, все в порядке. Приблилось время выплаты, все оплатили, а шейх нет. Ничего не случилось. Он над ними еще насмеялся. Говорит, ну вот видите, я как. Они подумали, да, действительно, может быть, все. Может он прав. Поторопились. Но прошла неделя, появились полк солдат. Вошел в дом, получив от правителя список неплательщика, имя уклоняющегося. Направились в шатру. Ну, дальше вы все знаете. Вели его, опозорили перед людьми, распорядились накрыть стол. Короче, неделю сидели там, как выжрали, выпили все. Потом заставили его заплатить налоги. Унижали, били и так далее. Еще и налог со штрафом. Ну, жители деревни говорят, вы видите, что польза от хвастовства. Штрафа не избежал, более того, унижен был, оскорблен и все равно стал посмешищем. Морально. От нас небо, Бог наверху, требует, чтобы мы страшились его. И если согрешили, вернулись в дни раскаяния к Шуле. Проворно уплатили свои долги быстрее. Потому что у нас суд послезавтра. Перед тем, как туда идти, надо прийти к нему и сказать, что я что-то делаю. Я о чем-то хотя бы думать начал. Я хоть чуть-чуть сдвинился. От того, что только изворачиваешься, придумываешь, или вообще закрываешь глаза. И говоришь, что мне до того царя. Ну, тогда приходят его посланцы. А посланцы у него многочисленные. И болезни, и беды, и не дай бог, и все что угодно. Все они приходят, чтобы взыскать долг. И написано, нет спасения в этом выборе. Только наше раскаяние. Только по-хорошему или по-плохому. Так ведь лучше по-хорошему. Вернемся к тому шейху. Что было, то было. Осталась горькая, какая-то у него жгучая память. Прошел год. И вот правитель вновь прислал предупреждение. Приближается время уплаты налогов. Кто будет первым платить? Да вот этот шейх. Но если он и в этот раз отмахнется от предупреждения. Скажут, что мне скажет до того царя. Ну, тогда извините. А разве мы не похожи с вами на шейха? Медлим все время. А год проходит. Видим несчастье, видим беды, видим все. А год проходит. Приходит вот сейчас вот срок уплаты долга. Давайте поторопимся, выплатим дом, вернемся вот к этому. Повернем колесо судьбы к лучшему. И скажем ему спасибо. Брахава от слаха, хорошей недели и правильных размышлений нам сегодня.